Мы сегодня опять поговорим про реферации знания. Термин связан с тем, что во многом отрицается существование некого так называемого научного знания, а существуют с той же высокой степенью достоверности всевозможные другие формы знаний. Ну астрология, полупсихологические всякие теории, лженаука, и все это как бы является знанием, и некоторые думают, что это знание ничем не отличается от обычной науки. Я, конечно, такую позицию не разделяю, но с другой стороны, хочется сегодня обсудить отношения так называемых ортов, то есть ортодоксальных ученых, вот такой термин я потерпил на форуме CNews, и альтов, то есть ученых альтернативных. Тем более, что мне это очень близко, я неожиданно тут на склоне лет своих оказался альтом, несмотря на то, что я значительный кусок времени был ярко выраженным ортом, с большим количеством публикаций в нормальных физических журналах, с нормальным рейтингом цитинах. Вот, такая вот вещь. Значит, действительно, когда ты начинаешь сталкиваться с так называемыми альтами, в первую очередь поражает их дремучее невежество, ну просто вот абсолютное. Абсолютное. Помните, мы разбирали эту замечательную работу у Петрика и видели, что человек то, что нам демонстрируют, легко объясняется при обладании знаниями по физике за девятый класс, просто элементарная электрохимическая реакция. Он собирает ученых, он человек богатый, привозит их на своем Майбахе и так далее, и так далее. И все это показывает и предъявляет, что сделал какое-то там научное открытие. Ну, что совершенно это не так. Проще всего, как это и делают его оппоненты, назвать его просто мошенником. Я и в прошлый раз, и сейчас эту точку не вполне разделяю. На самом деле Петрик, скорее всего, и движет некое другое чувство, а не попытка просто облапошить признанных ученых и получить на это финансирование. Иногда это, конечно, получалось, эта история с его фильтрами и Грызловым, почувшим БОЗе, то есть ушедшим в политическое небытие с позиции председателя Думы Российской Федерации. Вот так. Точно так же мы здесь часто сталкивались с представителями Санкт-Петербургского клуба философов, философского клуба. И мы тоже все видели, что люди очень часто оказываются незнакомы с простившими представлениями о физике. Ну, просто незнакомые математики. Иногда на уровне первого технического курса. Но вот этого-то они не знают. И тем не менее, они точно ни в коей манере не являются мошенниками. Они, безусловно, являются энтузиастами. И, безусловно, они занимаются своими вопросами искренне, искренне пытаются в чем-то разобраться. В этом, кстати, их качественно лучше отличают от так называемых обычных ученых. Потому что, к сожалению, нормальный ученый, работающий в парадигме нормальной науки, совершенно не стремится к новому знанию. Да? У него есть некий круг задач, который он понимает. Он понимает, что на этих задачах он получит определенное рейтинг-цитирование. И он этим занимается всю жизнь. И ничем больше. Вот это так. Индустриальная наука так существует. И, тем не менее, по поводу Альтов у меня есть некоторая, кажется, безумная и мистическая, в первую очередь, теория, основанная на представлении Александра Балдачева о темпоральном объекте. Чему нас учит Александр Балдачев? Александр Балдачев нас учит тому, что существуют темпорально распределенные объекты. Вот, например, паровоз – это объект темпорально нераспределенный. А любой объект, например, бабочка, является темпорально распределенным объектом, есть некая темпоральная сложность. Бабочка – это и куколка, это и личинка, это и, собственно, бабочка. И гусеница. И гусеница. И все это в разных этапах существует. И на каждом этапе она есть. Таким образом, что любой сложный объект, мы пытались это дело применять, он оказывается в качестве некого временного отсуга. Он не только идет, где-то находится в данный момент времени, но существует как некая темпоральная сложность, как распределенность. Когда мы находимся внутри этой самой забавной структуры, жизни, то тогда оказывается следующая забавная вещь, что находясь мы каким-то образом можем чувствовать и видеть то, что… точнее чувствовать, что мы находимся внутри некого общего целого. Я являюсь большим энтузиастом той точки зрения, что нас ждет очередная и достаточно скоро революция физики. Но в самом деле, если мы вспомним нынешнюю ситуацию, то мы увидим, что последняя физическая революция была в начале XX века. Завершилась она в 1923 году созданием квантовой механики Вернера Гейзенберга. После этого ничего фундаментального в физике не происходило. Кажется, все кругом расцветает, все кругом цветет и пахнет сотового телефона у всех, но тем не менее это старый теоретический задел. Все просто выполнены на более высоком технологическом уровне. Все наши электронные игрушки, ну почти все, придуманы на Руминае и Дисона, то есть в 19 веке, в течение нескольких лет. После того, как была сформулирована и разработана теория электромагнетизма. Это вот так. Ядерная бомба, они в смысле что? Они не являются ни в коем случае чем-то фундаментальным, но они являются следствием квантовой механики и революцировавшейся Вернера физики в начале XX века. То есть что это, в смысле предпосылки создания этого оружия были высказаны как обоснованы в 20-х годах? Да, в 20-х годах. А кем? Ну целая группа и группа исследователей различных. Всего всего. Просто было выяснено, что уран обладает некими такими особыми свойствами, что на его основании можно решить построить атомную бомбу. И в общем-то к 30-м годам это было уже ясно. Никаких фундаментальных оснований внутри себя концепцию атомной бомбы или водорода не несет. Ну не несет она ничего нового. То есть есть фундаментальное знание, а есть его приложение. Ну вот, например, у нас есть классическая механика. Мы можем придумать какую-нибудь очень сложную систему с большим количеством шестеренок. Тем не менее, мы полагаем и думаем, что она будет полностью описываться в рамках обычной классической механики. В рамках ее понятийного и концептуального аппарата. Вот так. А не получается ли так, что фундаментальные теории и развитие техники, так сказать, все-таки идут параллельно и не зависят друг от друга во многом? Потому что техника сама по себе развивается по своим законам. Там фундаментальные теории по своим законам развиваются. Я бы сказал следующее. У нас, когда существует определенного рода прорыв, то у нас происходит и развитие техники. И существует принцип, который я называю принципом Переслегина, который гласит следующее, что либо появление новых технических игрушек после какого-нибудь научного прорыва происходит в течение одного-двух поколений, либо не происходит никогда. Не, ну просто фундаментальная теория – это своего рода метафизика какая-то, понимаешь? Это своего рода как бы некие общие представления о том, как устроена природа. А конкретные приложения технические, они скорее как бы это некие экспериментально выверенные свойства, которые обнаруживаются в процессе манипулирования реальностью природы, природными данными. Ну, без этого не обходится. Но, тем не менее, у нас вот была революция физики в начале 20-го века, и после нее много чего возникло. Возникло это… Ну, теперь же надо было открыть… Найти урана была бы… Да, теперь же надо было понять, что такое электромактизм, во-первых, существует. Электромактизм существует, сформулировал вот эту серию во мнении и просто представлений, понятийные. Ну, точно так же, как в философии. Для того, чтобы в этике что-то сделать, надо сначала в метафизике разобраться, и прочее. Я же говорю, что… Ну, не думаю, что так же. Некоторая метафизика, как представление, как мир устроен, конечно, не существует. Я не думаю, что это так. Есть ли прямое влияние фундаментальных теорий на развитие техники? Да, я считаю, что существует, да. Просто у тебя любая фундаментальная теория – это не просто некое теоретическое построение, оно основано на понимании неких новых фундаментальных свойств вещества, в том числе открытия новых фундаментальных взаимодействий. Ответия электромагентизма, как и фундаментального взаимодействия, оно, безусловно, предшествовало техническому развитию. Я думаю, так. Сбили у вас в смысле, да? Нет, не Сбили, я просто не думаю. Так или так, или так, или не так. Да так, так. Вроде бы так. Этот принцип перечислятельно, почему он важен. Я постоянно пытаюсь его дополнять. А дополнять его в том смысле, я считаю, что, если за созданием новой физической реальности, или физической теории не следует отборного рассвета каких-то технических ништяков, то, по всей видимости, надо задуматься, верна ли это физическая теория. Либо она сама же происходит, либо она что-то не происходит. Раз никакой кварковой бомбы не случилось, и вся стандартная теория элементарной частицы не привела ни к чему, то, по всей видимости, что-то в ней не так. Ну, я бы не согласился, такого может не произойти. Там вот, наука же была в каких-то там формах и древности, но не было потребностей, ни в произведенных силах, ни в каких-то переменах. Я не знаю, я думаю, что... Послушай, всякие изобретатели там изобретали, даже там, всякие сложные машины, но они не были востребованы, и не выходили в какое-то широкое управление. Ну, про древность у меня немножко другое мнение. Там же какая-то наука, как механика, она существовала, безусловно. Если, в самом деле, думать, относиться к инструменту серьезно... Ну, проще было поставить рабочим, там, и заморачиваться какими-то машинами, тоже. Ну, может быть, может быть. Но речь идет же о принципиально другой вещи. Просто принципиально другой вещи. Ну, вы понимаете, да, что электрическая лампочка – это не является развитием идеи свечи. Это нечто другое. Хорошо, вот пример с этим, с катализатором Росси. То есть, сначала придумали катализатор, который работает, а потом... Теперь надо как-то, в общем, фундаментальную теорию подводить под это, что ли? Да, да, да. Существующую теорию, но... Так это же обратный эффект, получается? Да. Такое тоже бывает. Но я хочу сказать, что при всем при этом, есть полная уверенность в том, что катализатор Росси не является вызовом для науки. Он не является вызовом для науки. Он не несет внутри себя чего-то нового, фундаментального. Вот в чем прикол-то. Нет, ну, техника и не может на такой фундаментальность претендовать. Скорее, просто вопрос состоит в том, что техника может развиваться по каким-то своим законам, понимаешь? По каким-то своим путям. По каким-то своим путям. По каким? По каким? По каким? По каким? она может по каким-то своим законам развиваться. Но есть представление о том, что мир един, и все в нем взаимосвязано. А есть представление о том, что он не един, что он представляет собой ряд слоев. И каждый слой независимо от другого. Возможно, техника и наука фундаментальная, они соотносятся как вот эти разные слои. Да, но я вот эти точки немножко не разделяю, конечно, от точки зрения. Я считаю, что для того, чтобы что-то задуматься и поставить какое-то новое техническое решение, тебе нужно сформировать некий понятийный аппарат, некий концепт, на котором ты будешь двигаться. Да, чтобы хотя бы начертить эту машину. Да, чтобы хотя бы понять, чтобы начертить. Такого не бывает, что ты проснулся там, и у вас нечего ты взял и нарисовал. Нет. Ну, например, был запрос на телефон, в принципе. Однажды как бы, ну, то, что нужна связь. Да. И постепенно просто этот запрос, он постоянно меняет свою форму в связи с нововведением какими-то техническими. Да, фундаментально. Но сама по себе форма, как по необходимости связи, как она остается, так и она и остается. Да. Так это одеваться независимо от науки. Так это форма, это форма связи. Но пока не было электромагнетизма, не было телефона. А то, что он там стал сотовым или каким-то, это уже не важно. Да, были, да, это вот слуховые аппараты там по каналам, колодцы в домах проложены. Я не думаю, что это зависит прямо от самой фундаментальной теории магнетизма. Конечно, открытие электричества там и какие-то элементарные опыты из того, что такое электричество. Конечно, влияет, но фундаментально это вот... Ну, понятийный аппарат. Чтобы не стало понятно, что электромагнетизм это не глупость какая-то. Но это же вздор, согласитесь. Вздор, что какие-то волны где-то как-то с очень большой скоростью могут распространяться, чего-то там другого делать. Это же такого быть не может. Стало понятно, что это не вздор. Были открыты некоторые определенные свойства. И Эдисон, скорее не сам, при помощи собранной выдающейся команды все эти вещи сделал. И усилители, и ламповые, и после этого и лампочки начали гореть, и телеграф заработал, и телефон, ему голос научились записывать на пластинку. И так далее, и так далее. И патефон. Вот, радио есть, на счастье нет. Ну да, но перебили дальше. Нет, вот это, почему я об этом сейчас вот так говорю. Я продолжаю рассуждать о мистике. А мистика состоит в том, что, вот посмотрите, Петрик, он является психологом по образованию. То есть человек в определенном смысле очень чувствительным и какой-то сделан. Уважаемые председатели Санкт-Петербургского философского клуба Максим Григорьевич Годорев-Лазовский тоже является, мало того, что он является еще и бахаи. То есть он является приверженцем замечательной, выдающейся, очень красивой, очень редкой религиозной дичи. Я формулирую одно очень простое обстоятельство. Что мы на самом деле, согралась на Балдачеву, уже сидим в этой ситуации, в новой революции. Вот это мистическое условие. Раз это темпорально распределенный объект, мы в него уже вошли. Мы его невидим и не чувствуем пока что. Но кто-то из людей, которые его могут ощущать, или которые больше одарены психологическому или какому-то другому направлению, чем мы, они его чувствуют и замечают. Это то странное ощущение уверенности и беспокойства, которыми ими движет. А мы просто пока рационально устроены, с нормальными мозгами, мы этого невидим и не чувствуем. Вот такова-такова вещь. Просто то, что они видят и чувствуют, они не могут еще на следующий момент сформулировать. Отсюда такое большое количество вот этих сальтов. Ну, представляете, у человека в голове всегда себя любит, он чего-то видит, что-то чувствует, но высказать это не может. Он пытается, у него не получается. Вот так. Знаешь, ей были такие опыты поставлены, у шизофреников, которые это говорили, на галлюцинациях рассказывали, попытались придумать специальный прибор, который регистрирует, что же они видят на сетчатке. И выяснилось, что они видят что-то, что это не просто их выдумка, некий образ в голове, а что на самом деле они видят что-то. Ну, что? Нет, просто я к тому, что у тебя получается, что какие-то уже ученые там, и я не знаю там. Нет, у меня мысль, что он что-то чувствует. Нет, я могу сказать, мысль у нас состоит в следующем, что я везде, с определенного рода долей навязчивости, ищу пути, ну, выдающиеся научные революции. Везде следы. Еще необычные эксперименты, необычные изобретения, парадоксальные суждения. Вот все вот, сижу вот все вот это и ищу, потому что очень бы, то есть если эта революция будет, я в этом убежден, то она будет более интенсивной, более значимой, чем революция начала 20 века, в физике, допустим. Ну, будет она, и по своим последствиям она будет гораздо более сильнее, чем изобретение электричества. Что ее ждать? Изобретение открытия. Не, ну, наверное, как бы отсюда можно сделать какой-то вывод, как вот Фейерабин говорил, что всякое уродо знание, даже знание, которое нам кажется сейчас лже-знание каким-то странам, оно вкладывает в некого рода кирпичики в эту новую революцию. Так, что всякое знание пойдет, все как бы, все можно будет как-нибудь. Ну, не всякое, не всякое. То есть, есть ли вообще критерий какой-нибудь, где мы можем отличить все-таки знание, которое, как ты говоришь, предчувствует какую-то новую революцию, и знание, которое просто является профанацией. Профанацией, всякого рода, даже знание в античном даже смысле. Просто профанацией именно как попытка как бы, я не знаю, пропиарить саму себя там, или там... Ну, заблуждение, да? Да, есть какие-нибудь заблуждения, да. То есть, я... Как вот здесь, есть какой-то критерий, который мы могли бы... или все пойдет. Да, то есть, либо люди, вот эти, так называемые, альтеры, они обладают определенного рода способностью чувствовать и предвести, и пронечувствовать, либо они просто являются добросовестно заблуждающимися объектами. Хорошо, это и все заблуждающими, а возможно, специально, как бы, мистифицирующими других людей, для того, чтобы, может быть, что-то выгодить, какую-то отреду получить, какие-то дивиденды с этой области. Да, это тоже имеет место. Нет, просто ты, в чем смысл пролиферации? Он состоит в том, что все, как бы, все служит единой некой цели, да? Да. Любое знание, религиозного характера, там, научное знание, там, философское и прочее, как бы, все в копилку, как бы, единого общего движения, которое чревато, вот, иногда, вот, революция. Да, я еще... Или все-таки определенного такого вида движения чревато революцией, а многое надо отсеивать. Да, надо отсеивать, только непонятно, как и по какому принципу. И тут еще ведь и другая, ведь есть смысл. Мы сейчас живем в 21 веке, у нас получилось так, что, особенно физики, это видно, что люди, работающие в парадигме нормальной науки, они перестали заниматься новыми смыслами, чем-то еще. Ну, не занимаются они вот этим, это им не интересно. Ну, вот никак. Вот то, что готовые задачки решать, они задачки решают, а новыми смыслами, и новыми парадигмами они не занимаются. Вообще, очень часто похоже, что наука становится похожа на некий монашеский орден. У него есть особо посвященные, то есть, епископы. Есть определенный набор мантр, которые надо произносить. Есть прихожане обычные, или обычные монахи, которые эти, без конца концов, цитируют и повторяют эти самые мантры. Тут же как раз вопрос и возникает, а кто будет экспертами, да, которые будут говорить, что вот это вот знание возможно там какими-то будущими там прозрениями и может быть идет на пользу будущей революции, а вот это вот знание надо всячески как бы там заклеймить в виде там лже-знания. Да, потому что ясно, что лже-знания очень часто очень... Этими экспертами кто будет? Те самые сейчас нынешние ученые, которые законсервировали себя вот в никаких существующих знаниях, или кто? Кто будет судить? Не они, безусловно, не они, да. Не они. Судить это? А общественность это не может судить, да? Тоже не может. Не хватает подготовки, и знаний. Да, да, да. Эксперты об этом судить не могут. Поэтому получается, что пойдет, видимо, действительно, как бы, рано или поздно наука сама разберется, какое знание оказалось в итоге полезным, да, для общего дела, а какое оказалось тупиком. Так что пусть любое знание процветает? Ну, в общем-то, в этом имеет место быть, да. С другой стороны, есть же сферы, скажем, так называемые это знания в биологических и медицинских науках. Там очень часто деятельность даже ученых носит откровенно негативный характер. То есть... То есть просто вредный для здоровья. Просто люди, вместо того, чтобы по-нормальному лечиться, идут к так называемым шарлатанам. Шарлатаны говорят, что у них пролиферация знания такая. Вместо этого человек погибает, умирает, и что-то снять. Ну, как бы, религиозные, кавычки, знания тоже имеют такой характер. Как бы, они освещены там многовековой традицией, а на самом деле возможно вредят людям. Да, это, конечно, так. Всяк рода экзальтация, всякого рода там безобщина. Да, так безусловно. И, в общем-то, то есть болезни, которые выдают визуализацию... И деятельность нашей православной церкви по лечению болезни тоже должна быть запрещена. Потому что человек, если у вас лечиться на рак, идет в чернотворной иконе. Еще раз, давай как бы вернемся. Кто будет вот этими экспертами? У тебя теперь получается, что экспертами будут государства. Да? Непонятно. Почему государства? Ну, кто будет запрещать? Почему определенное знание, например, религиозное знание должно быть запрещено? Ради чего? А может быть, на самом деле, в этом религиозном знании там зрение тоже какая-то своя есть? Ради здоровья граждан по всей власти. Но это же надо установить, это же надо понять, и это является для нас вредной. Ну, пока гипотеза состоит в следующем. Плацебо тоже будем запрещать? Да, плацебо защищать, без запрещения не будем, да. Что запрещать? Плацебо. Значит, как, с религией не кажется? Да, просто кроме религии много чего еще есть. Есть еще всякого рода практики там, не знаю. Надо вот, смотрите, как здесь надо поступать, по всей видимости. Ну, у нас существует в Академии наук комиссия положенауки, да. Комиссия положенауки часто утверждает, что то-то и то-то не соответствует нормальной науке и является всего из наук и лжи. Но, тем не менее, очень многие вещи, которые утверждает так называемая нефтодоциальная наука, являются экспериментально проверяемыми. Вот, несмотря на то, что они противостоят современной физической теории, например, представления о моем мире, то вполне возможно, что их можно просто на просто проверить. Да, это хорошо, но на самом деле какая-то вот смелость людей, да, которые базируются на экспериментальных данных, строят свои теории снизу, да, вот смелость таких людей как-то не видна нам в науке, понимаешь, что люди сейчас боятся, как бы высказывают какие-то смелые идеи, боятся, да. Потому что их заклемят однажды твои лжи. А дальше будут уже не обняться. То уже полный конец, да, тебе. Даже ты, если потватишь на часть твоей жизни, ты же... Например, Ньютон, например, занимался большей частью жизни своей алхиной, да, но как бы... Это же вроде тоже по обычным представлениям лженаук, но тем не менее, как бы, клеймора у Ньютона из-за того, что он занимался этим, нет, он все равно остается удающимся ученым. Связью вот с такими рода вещами страшно. Да, и кроме того, еще самое главное, они же должны давать результат постоянно, поэтому они не могут заниматься такой фундаментальной вещью какой-нибудь, которая не имеет результата. Это все, у тебя семья будет горадать, ты через 3-4 года такой деятельности получишь волчий билет, и ты никогда не сможешь. А вообще-то звания в виде типа академика для того и дают, чтобы люди могли расслабиться и заниматься фундаментальными вещами. Им уже ничего не надо доказывать, у них уже само звание есть, и оно обязывает. Но у нас, как бы, получив звание, люди сейчас-то просто уже вообще ничего не делают. Да, и кроме того, звание академика оказалось точно так же фальсифицированным, как все остальное. То есть сейчас существуют на 100% фальсифицированные академики или же лент-корреспонденты, но таким был Березовский. Вот он был человек, на 100% был фальсифицированный человек-корреспондент. И поэтому знание вот этого развития нового фундаментального знания, как бы вообще нового вида знания, и критика старого знания, оно отдано вот этим, как ты говоришь, Альтам. Больше некому заниматься самонарально. А у них-то другой дефект. Они, когда видят необычное какое-то явление, начинают придумывать какие-то возвышенные сложные теории. В то время как очень часто на основании простых имеющихся знаний этот эффект объясним. Вот этот тот же пример мы с Петриком но это эффект того, что им не хватает вот этого фундаментального знания. Базового знания. Базового знания часто не хватает, наверное. Я просто не знаю, как бы в этой ситуации быть. Здесь есть разрыв и определенные ворота. Я так иногда придумывал вещь как бы можно... Фоменко Иносовский в твоем понимании это кто такие? Это альты или это просто псевдоучерные? Альты, конечно. Очень интересно. А дальше не мать будет оклада, чтобы там или как верь? Да он же и закончился по сути. Нет, ну ты можешь как бы вот здесь проверим просто. А вот это тоже кстати интересно. Они альты или альты? Я тоже задумался. Да, мальтерты. Я бы сказал они альты или псевдоученые. Какие они альтернативщики? В чем у них альтернативщики? Альтернативщики все там они делят нам всем да и... Не, ну мы как бы пытались провести... Ну альты он, да. Альты, конечно. Куда делать? Надо сначала я считаю кидать определение что вы понимаете под альтами и под альтоксами как? Альтодоксы которые в каждой науке исследуют некой картине-картине которая является ортодоксальной обычной. Альтодоксальная значит общепринятая у них там принятая не обязательно общая но вот такая она. А альты это те, которые выходят за эти рамки а не придумывают какое-то нечто совершенно новое. Ну, например принято считать что физики существует гравитации что правильная теория относительности является общей теорией относительности Эйнштейна. Что гравитация является как... Да, что это общая теора относительности Эйнштейна. Это позиция как бы Ортов. А есть позиция альтов некоторые говорят что никакой гравитации это нет есть только электромагнитизм. Ну, вот эта позиция альтер. Здесь становится очень интересный другой вопрос, а в углу нормам кто? Альтер или Орт? Это тот же самый вопрос, что и по Фоменко и по Насовскому. Ну, не совсем. У него уже есть доказательная база. Нет, одно дело доказывает все-таки точник науков, а другое дело доказывает историю, где можно подтасовывать факты, то есть интерпретировать этих множеств. Посмотрите, Анатолий Лагунов, он же с нормальной позиции он. Орт-резортов, он и был ректором Московского университета, он и академик, он и герой социалистического труда, он и член ЦК и чего только он не был. И в качестве ученого там был ученый в ЦК и так далее. И физик крупный, у него есть работа с большим количеством цитирований, по сути, он лучший ученик Боголюбова. Вот, куда уж это? Ну, это человек, который утверждает, что общая теория относительности является неверной теорией. Просто, тупо. Он говорит, что она неверна. Ну, так и что из этого? Вот он альтериортов, вот в общем дело. Так нет, понимаете, мне кажется, что почему я еще раз попросил повторить определение там альтериортов, то оно как бы всякое определение условно, что да, вот я сейчас принял вот это в этих рамках, а любой ученый, любой человек в своей жизнедеятельности, он всегда как-то то живет по одним рамкам, то потом живет по другим, то значит, что он это, ну, с утра такой, а с вечера... Ну, то он не с утра такой, он здесь всегда такой. Вот в чем дело? Почему? Ну и что? Один ученый там считал, что это там теория относительности такая-то, да? Другой, значит, человек считает, ну, разным может, с точки зрения, а вот именно где объективные критерии? Ну, критерии-то, как это, я не знаю, какая эта фраза, что практика критерий истины, откуда она взялась? Да, да, да. Ну, и какая может быть общая теория относительности и практика? Никакой нет практики. Ну, вот тогда, собственно говоря, что тогда неправильно? Или теория относительности... Да, но, тем не менее, подавляющее количество физиков уверены в том, что она является правильной теорией гравитации, и все на основе ее объясняется. Люди имя себе сделали на том, что исследуют такой странный никогда не наблюдаемый объект – черная дыра, который сам Эйнштейн считал, что ее быть не может. Ну, а черная материя, там, черная энергия? Да, да, да. Она чревата большим количеством вещей. Выясняется, что... А ускоренная расширяющаяся Вселенная как-то нравится? Да. Оказывается, очень странная вещь там многочисленная. Оказывается, что то вещество Вселенной, которое мы видим – это только полтора процента всего вещества. Есть, так называемое, темное вещество. Но оно еще не все, а еще гораздо больше, так называемой, темной энергии, которая имеет массу. И вот всего этого. Это приводит к большому количеству противоречий. Но при этом люди, которые говорят, что общая твердность верна, по-сидимостям их можно назвать ортами. Ну, это прохоже как в религии. Надо было придумать черти и ангелов, чтобы объяснить многие явления. Ортами можно назвать. Ясно, что с этой ситуацией Лагунов, безусловно, арт. Но его трудно назвать артом, потому что у него по другим дисциплинам является большое количество фундаментальных работ. И критика в общей твердой относительности им, она является последовательной и серьезной. Да, мы считаем так же. Альтом или орт. Просто моя эта градация на альтов и ортов, она просто принципиально неверна. Она условна, то есть она да, она да. Точно так же. То, что говорят Фоменко на Суовске, оно ярко противостоит преданным существующим концепциям. Но их знание научно. Да. Но их знание научно, да. То, что они пытаются сделать из истории, то есть точнее из хронологии естественную научную дисциплину, и пользуются понятными методами совершенно, которые они верифицируемы, которые мы проверяем, как раз делает их учеными, а историков, противостоящих им так называемых ортов, некой автодоксальной сектой. Да. А насчет вот, интересно, буквально там месяц или два дома назад по радио России, по трансляционной, у нас вот в Петербурге трансфировалось, выступал этот председатель комиссии вот в Академии наук по борьбе с лженаукой. Я, во-первых, услышал, что такая комиссия существует в первый раз в жизни. И он, значит, там, ну он физик сам. Да. Как фамилия, ну, неважно, это можно посмотреть, или интересно. И он, значит, упомянул, значит, вот, а что там что-то, ну, вот, типа, на собственный момент, это, значит, лженаука. То есть, вот, вот так это. Он, значит, вот считает, что вот это лженаука. И то есть, а еще, значит, вот сказал, что вот особенно, значит, ну, вот это, почему эта комиссия, что ли, родилась, что, особенно, когда, ну, милитаризация страны была, то есть, после Октябрьской революции, что все, значит, пытались изобрести там меч-кладунец, там что-то, в общем, такое, чтобы это получать, вот там финансирование и так далее. То есть, вот он так охарактеризовал.